Царю небесный, утешителю души истины, И живет бесы, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю предистины со мной, И очистины от всяких скверных, И спаси Боже души нашу. Господи, благослови предстоящее занятие, не дай нам уклониться ни направо, ни налево, от истинного понимания смысла Твоих Божественных слов. Сохрани нас в любви и согласии, дай все услышанное запомнить, раствори это верою, и дай дерзновением поделиться с другими людьми, не знающими и ищущими тебя. Пошли на нашем пути таких людей. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание Тимофею, 5 глава, 24 стихи. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии толкованием. Так как апостол, рассуждая Хератонии, сказал, не делайся участником в чужих грехах, то справедливо Тимофей мог так возразить. Но что же я буду делать, если я не знаю? Отвечая на это, апостол говорит, некоторые грешат явно и открыто, что приводит их на суд. То есть вследствие этого их уже осуждают, и презрение к ним идет впереди их, о чем уже знаешь и ты. Грехи же других людей не вдруг делаются явным, но ты можешь открыть их при расследовании. На это он намекает выражением впоследствии. Таким образом, тебе надлежит остерегаться и их при рукоположении. Или же, хотя они и укроются здесь, и ты рукоположишь их, не имея против них совершенно никакого обвинения, но там они не укроются, ибо дела не уничтожаются жизнью, а идут позади их. Василий Великий так объяснил это место в новой самостоятельной главе, не относящейся к рассуждению о Хератонии. Например, кто-нибудь ведет блудную жизнь или ворует. Того такой грех наперед ведет к осуждению, привлекает только его одного. Если же кто учит дурному и устроит школу, ведущуюся гибельную мудростью, такой грех продолжает твориться и без него. Он не прекращается с его смертью, но остаются и более него наследники заразы, каковы языческие мудрецы и все вообще писавшие против церковного учения. Они дадут ответ не только за то, что сами заблуждались, но и за то, что послужили причиной заблуждения для других, их последователей. Вопросы? Для новеньких я напомню, о чем речь. Апостол Павел пишет Тимофею письмо, чтобы он не спешил с рукоположением. Не спеши рукополагать священники. Сначала разузнай, разведай, что это за человек, достоин он или не достоин, чтобы тебе не быть виновным в его грехах. Ты его рукоположил, а он оказался недостоин. Ты виноват. Ты поспешил. Не спеши. И далее он уже говорит о грехах. Есть грехи явные. Воробство. Понятно, явно он вор. Его не раз ловили, у него там уже три ходки. Такого явно не рукоположишь. Он весь на коках, ну все, все видно. Что такое ходки? Ходки – это в тюрьму, когда человек садился. Садился, сколько раз он садился, потом опять рецидивист, рецидив. Болезнь бывает рецидив. Вот у меня был рецидив опухоли, рецидивист, который повторяет преступление. И вот к слову сказать, я вчера добрался до интернета. И есть такой Масленников. Не помню. Сергей Сергеев. Сергей, да, тезка, да, имя его. Вот, и он говорит об Алексею Ильичу Осипове. Единственный, может быть, кто смело так и говорит. Дело в том, что Алексей Ильич учит неправославное учение. В том числе он древнюю ересь отхопал. И все спасут. Ее, да, что не будет вечных мучений, и рано или поздно спасутся все. Эта ересь Оригена была осуждена Вселенской Церковью. И он ее сейчас успешно с полей интернета, значит, и многие слушающие, значит, отравились этим ядом. Я считаю, что в том числе и Галина Кубайкина перед уходом из общины, значит, она его слушала, уж не знаю там какие лекции. Я слушал тоже, у меня внутри все противилось. Дух Святой говорил, что он еретик в этом отношении, я не побоюсь этого слова. И 50, значит, мирян, по-моему, людей написали письмо патриарху, чтобы он разобрался. По пяти пунктам. Один из пунктов был, по-моему, вот этот вот, ересь Оригена. И что же случилось, значит, богословы православные исследовали и сказали, да, он не православный, это не православное учение. Сказали мягко, это все политика, он продолжает, значит, учить. Его не осудили, хотя вот сегодня мы читали толкование Блаженного Афилакта и комментариях Игнатия Кенча о священниках, которые проповедуют ложь или вообще не проповедуют, значит, анафема. Анафема, то есть проклятие, отлучение. Здесь просто, ну, говорил профессор, а сколько священников, и они дальше эту ересь могут нести. Да, а Дим говорит-то, а слушать-заслушаешься, говорит проникновенно, и многие вещи говорит правильно, вот, но тем опаснее, значит, говорят полуправда хуже лжи. Почему? Потому что многие ей начинают верить, то есть, и начинают с правды. И бесам почему-то он говорит правду, а потом к правде приписывает ложь. Также и он, и Алексей Ильич, он очень, он берет толкование одного святого, но он в контексте, верхнюю, среднюю и нижнюю. И смысл теряется. Он это же святой сказал. И он приводит в доводы, что святые так вот говорили, что миллиард мусульман спасется. И что были, да, два направления святых, одни святые утверждали, что все спасутся другие, но не может быть, это противоречие, явное противоречие, не может быть две истины, истина одна. Поэтому нам надо быть осторожным, и мы всякий раз перед занятием молимся, не дай уклониться ни вправо, ни влево. Влево это в ересь, вправо это, ну это вот такое фарисейство, что вот прямо написано, это вот уклонение вправо. Ну сегодня же у нас как читали, когда Слово Божье, послание, сегодня читали о том, что все братья будьте единомысленны, единомысленны. Но это как единомысля, это в главном, в второстепенном, в второстепенном, в главном единстве, во второстепенном свобода и во всем любовь должна быть у нас. Вот в главном, у нас же нет единомысля, если, есть вот как я, если я не буду называть имя, но в Потеряке есть такой, который новый приехал у нас товарищ, у него, мы никак не можем быть, назвать его единомысленны с нами, потому что он как бы уклонился от того, что вот такие, или это не подходит к еретическим его отклонениям. Надо конкретно смотреть, какое отклонение, в чем уклонение. Отклонение в том, что он, у него такое учение, которое, что земля вот плоская, не круглая, вот это вот отклонение. Это не является ли не единомыслием? Разномыслием это является, разномыслием это является, скорее скажу. Галя хочет? Да. Ну вот я не знаю, ошибаюсь я или нет, но святые отцы нам не оставили каноны, по которым мы обязаны верить в то, что земля круглая, что земля плоская, что стоит на каких-то там столбах, слонах или что-то подобное. Возможно, брат с нами в этом не единомыслен, но назвать это еретическим мы не можем. Мы не имеем права, нам этого не дали святые отцы. Я это так думаю. А вера есть у него. А вера, он верит. Верит истинно Бога, исповедует Иисуса Христа. Поэтому, как сказать, что ты еретик? Он не называет еретик. Понимаете, можно ли применить к нему, что он еретик? Я вопрос такой задала. Да, она задает правоверный вопрос. Единомыслия нет? Есть разномыслие, есть ересь. Ересь, которая в Писании говорит, если мы благовествовали вам не то, да будет анафема. Галя правильно заметила. Благовествовали нам апостолов, что земля круглая. Мы этого в Евангелии не находим. Не находим. Но мы верим, что она круглая. Он верит, что она плоская. У нас разномыслие по этому вопросу. Поэтому назвать его еретиком... Я пытался назвать его лжецом, потому что он говорит, что он не лжет. Допустим, мы все верим, что земля шар. Об этом написано в Библии. Шар. Он говорит, что это неправильный перевод. Вот это вот как? Это лукавство? Или он так истинно верит? Он истинно верит, что неправильно перевели. То есть это называется самомнение. То есть он свое мнение ставит выше мнения переводчиков, которые перевели шар. Но это тоже грех на нем. Это прелесть. Я вот тоже, по-моему, Масленникова читал. Вот самомнение, прелесть. Игнать Тихоновича тоже в прелести. Прелесть, прелесть. И что такое прелесть? Нужно нам признаться в том, ну ладно, там одного человека можно прельстить. Другого один прельстился, другой не прельстился. Нам нужно уверовать в то, что мы рождены прельщенными уже. Мы все рождены в прелести. Во грехах родила меня мать моя. Вот, если с этой позиции смотреть, то тогда есть лекарство против самомнения. Человек может оттуда выкарабкаться. А какое лекарство против самомнения, против прелести? Кто может сказать? Я не могу сказать, у меня вопрос. Вот ты сказал, мы все родились в прелести. Это что, любой грех, это значит сатанинская прелесть? Есть ли какое-то различие или нет? Вот, подожди, любой грех есть грех. Есть понятие грех, есть понятие сатанинская прелесть. Различие в чем? Вот мой вопрос. Да нет никакого различия. Что такое прелесть? То есть человек поверил лжи и принял ложь как истину. Вот Ева впала в прелесть. То есть ей сатана сказал, ты будешь как богиня. У тебя, она там начала уже, что, там, святые отцы, что Адам у тебя будет в подчинении. Она вкусила этот плод, видит, что ничего не получилось, и она ему дала. Не знаю, как там, какие мысли у нее были при этом. Вот. То есть принимать ложь за истину. Вот это вот и есть прелесть прельстился. И антихрист придет, и многих прельстят. Но, если человек считает, что он уже родился в этой греховной плоти, что он погибший грешник, он признает себя больным прелестью, у того есть надежда на исцеление. Если он, я родился не в прелести, я родился святой, я, мое мнение, что возмездие за грех смерть, это неправда. Вот. Дети все, которые родились и не сотворили ни одного греха, они все идут в рай, потому что они безгрешны. Я говорю о греховной наследственности от Адама. Адам. От нас независище. От нас независище. Мы все склонны к греху, мы все смертные, поэтому... Нет, нет, нет. Прелесть не может быть вечной, ложь не может быть вечной. Наши едины кровь. Ложь должна быть остановлена. Ее остановил Иисус Христос на Христе. Он победил дьявола. Победа. Мы поем на Пасху День Победы. То есть победа. Но это не значит, что Христос-то победил, а победим ли мы эту прелесть. И вот лекарство против этой... Вот как у Романа. Само мнение. У меня такое мнение, что земля плоская. Есть его единомысленники, единомышленники, которые тоже так считают. Есть святые отцы, которые тоже так считали, что земля плоская до какого-то времени. Поэтому и сектанты говорят, что вот такие святые отцы. И сам Леонид Ильич Осипов говорит, что не нужно самомнением заниматься. И сам же впадает в это самомнение. То есть у него мнение по отношению разница со святыми отцами. То есть одни святые отцы считали, что все погибнут грешники, что будут вечные мучения, об этом и Писание говорит, а другие святые отцы. Но не может быть два человека святых, говорящих противоположные вещи. Один из них лжет обязательно. Если они противоречат один другому, кто-то один лжет. А кто из них лжет? У нас есть разум. Понимаете, разум Бог дал каждому из нас. Один принимает ложь, как Ева приняла. Другой принимает истину. Если совесть тебя осуждает, ну как же так? Вот, допустим, Роман говорит, ну как же, многие святые считали, что земля плоская. Почему вдруг вот все изменилось, и он в это верит? Он искренне верит в это. Его называть лжецом нельзя, он нас не обманывает. Он в это искренне верит. Он заблуждается. Нет единомыслия. У нас нет единомыслия по этому вопросу. Какой критерий? Кто нас рассудит? Бог. То, чего нет в Библии, о том мы не рассуждаем. Но в Библии написано шар. Поэтому я склонен, мой разум говорит, веришь, что земля шарообразная. Плюс вот эти вот ученые, как бы космос, они все доказывают, что материально, что она действительно шарообразная. Вот там-то, которые летишь, тоже летишь. Вот смотрите, есть святые отцы, которые, давайте не касаться личностей, во-первых. Во-вторых, есть святые отцы, как ты говоришь, которые были убеждены, уверены, что земля была плоской. На данный момент развития человеческого ума и открытий, всяких космических открытий, мы знаем, что земля круглая. Мы знаем. Ну, тогда такой вопрос. Те, которые люди жили до этих открытий, до этих фотографий круглой земли, они верили, что земля плоская. Но они же тоже спасались. Поэтому говорить, что это что-то еретическое, это что-то какое-то... Они ведь тоже были спасены, первые христиане. Они вообще, может быть, и рассуждали. Мы в Библии об этом не читаем. О том, какая земля, есть ли края у нее, да, и где эти края. Возможно, были эти рассуждения, но тем не менее, они ведь тоже спасались. Я думаю, что апостол Павел, апостол Петр и Ижи с ними далеко не знали, там, земля круглая, квадратная. Это не заботило их, это не дело спасения совершенно. Какая тебе разница, на какой поверхности земли ты живешь? Дело спасения в другом. Поэтому это не еретический вопрос, это не канонический вопрос. И рассуждать, как бы, да, мы знаем, это есть. Он думает, это так. Дай Бог, чтобы Господь ему открыл, если на самом деле земля круглая, что истина в том, что земля круглая, чтобы Господь нашему брату это открыл, и чтобы он от этого заблуждения, как нами считаемого лживого заблуждения, отошел. Ну, если в Библии написано круглая, значит, она действительно круглая. Ну, смотрите, в Библии написано круглая. Апостол Павел читал ту же... Какой разговор? Апостол Павел читал ту же Библию. Святые читали ту же Библию. На каком основании они считали, что это не круглая? Синодальный перевод в каком году мы получили? А до этого перевода люди же тоже спасались. Давайте этот вопрос закроем. Следующий вопрос. Нет, я о том, что... Речь идёт о том, что... Еретик я, конечно, и не это, но единомыслие разбивается. Люди, мы такие вот, ну, как бы... Раз брат сказал, значит, брату нужно прислушаться. Он молится, он со мной стоит рядом. Понимаете? А задумается. И дьявол как бы через это уводит. Я не говорю, что он еретик, он это, но он смущает умы других. Я уже это вот почувствовала и знаю. Вот в этом плане, а я не называю его еретиком, я говорю, можно поставить в ряд? Нет. Единомыслия тоже нет. При разговоре много пик отрицания всего, я не знаю. Давайте вот кто... Меня в смущение вводит это. Вот что такое ересь? Ну, ясно, он не подходит. Это неправильное понятие. Кто определение ереси знает? Что такое ересь? Ну, мы знаем, что еретики, они не спасутся. Отклонение от истины. Отклонение от истины. А вот, а истина... От учения Христа именно. Почему пошли эти еретики? Именно от Христом. От учения Христом именно. Узость взгляда на истину. Это сектанство. Узость взгляда на истину. А отклонение уже... Отклонение это другое. Вот как? И вот увлекаться чуждыми учениями. В Библии написано, не увлекайтесь чуждыми учениями. Сегодня читали, это ведет нас уже второй вопрос идет. Вторая дорога уже... Не увлекайтесь чуждыми учениями. Не увлекайтесь все. Это послабо уже. Первое Тимофея 5.25. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут. Толкование. Величайшее утешение для праведных заключается в том, что добрые и недобрые дела бывают и здесь известны, но особенно там, где все обнажено. То есть, допустим, рукоположил он здесь, не зная, но все равно все обнаружится. И он им говорит, Тимофеюшка, не спеши рукополагать. Ты сегодня не знаешь этого человека. Все обнаружится. Как тебе перед Богом отвечать? Ты его рукоположил. Не возлагая, рук ни на кого поспешно впереди мы читаем. Понятно? И дальше, да, вот как раз 22 стих, я сейчас его зачитаю. Напомню вам. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Еще у меня сегодня, да, наверное, сегодня, потому что уже за полночь было, я до интернета дорвался, до часа, наверное, смотрел. Ткачев, такой известный священник, проповедник тоже, говорит о невенчанном браке. Он говорит, это не блуд. У нас многие считают, что невенчанный брак – это блуд. И он прям так вот, я думал, что он прочитал Игнатья Тихонича. Я что-то начал Игнатья Тихонича искать, но не нашел, потому что у меня нету поисковика по его книгам. Но я читал его книги, я помню, что в этом мнении, значит, они… По отношению к… Он невенчанный брак – это невенчанный брак. То есть люди по причине, что один может быть неверующий. Ну вот у нас сестра… Елена. Вон у него садится. Не Елена. А ну вот, да, да, Елена. Ну что, она в блуде живет? Вот именно что нет. Нет, у них брак, у них ребятишки. Это брак, это невенчанный брак. Но он идет дальше, он смело говорит, кого ты венчал, ты будешь отвечать за это. У нас 85% разводов, он смело об этом говорит. А наученные кем попы этим делают, еретиком Осиповым. Игнат Тихонович, ну сразу, ну, бритый в галстике, ну какой профессор? Вот уже это вот… И он, Масленьков говорит, ну вы, отцы, вы что, 40 лет слепы были? Бритый в галстике, бритье блудодейственная ересь. То есть, это каждый школьник должен знать. Ну он неверующий, он неверующий, Осипов, он только знает, Слово Божие. Но он неверующий. Ну так тоже. Ну так, как говорить, если он такой, сколько людей обратилось через него. Ну он совершенно неверующий. Людмила, ну как неверующий? Так-то человеке сказать ты не можешь. Он заблуждается в этих отношениях. Я чем дальше слушаю, там не больше обреждаюсь. Идем дальше. Первое, что погромче. Подняйте руки и погромче, пожалуйста. Нет, я не умею говорить. Не умеете, тогда молчите, тогда. Не разлагайте дисциплину. 1 Тимофеев 6.1 Рабы. У меня вопрос. Пожалуйста. Просто по теме. Вот, Людмила Степановна, вы говорите неверующий. Ну вот, кто для вас неверующий? И не просто как бы, как вы считаете, а как вот на Слово Божие учат разделять верующий и неверующий. Вы говорите, вот, Осипов, да, неверующий. Как вы так это определили? Он не верит во Христа. Он во что? Он не верит. Нет, во Христа он верит. Но он его истину не принимает в полном смысле. Он не принимает истину. А кто не принимает истину, тот не Христов. Тот идиот, вот как все ходят в храмы. Но он слишком, ему это вот как бы дано это. Вот он знает, он учить может. Но он сам не исполняет. Если ты делаешь, говоришь одно, а делаешь другое, то ты не являешься исполнителем того, что говоришь. Значит, ты не соблюдаешь, ты кто. Ну, по поверхности человек плавает и все. Говорит, но и делает. В галстуке сидит. Да, есть место в Свисовом Писании, то есть они говорят, но делами отрекаются. То есть дела, она имеет в виду, что он разбреется, он знает, что... Библию-то читал, раз профессор, что... Ну, он может сказать, это было в Ветхом Завете. Главное, не есть удавлен, не пей, не воздерживаться от блуда. Я от блуда воздерживаюсь, допустим, он о себе. Ну, а... Бреюсь, потому что... Бреюсь, и все. Они не связаны... Я вот сколько с бритыми общался на тему бороды, то есть они спрашивают, ну, зачем ты бреешься? Ну, мне это открыто. Человек, мужчина бреется примерно ровно же для того, для того, что женщина красит губы. Чтобы понравиться. Побрился, выглядеть моложе. Не мудрее, а моложе. Зачем старик, женщина? Борода быстрее сидеет. Он первым делом утром встает, он не молится, не-нет. Он хочет выглядеть моложе, чтобы завлечь чужую самку. Женщина красит губы, чтобы завлечь чужого самца. Как святые отцы написали. Поэтому называется блудодейная ересь. Для блуда все это. Плотское все. Дела плоти известны. Блуд, нечистота, запятая, ересь. Это тоже дела плоти. И что такое ереси? Тоже нужно разобраться. Ересь и разномыслие, то есть разные. В главном единство. Второстепенном. Что такое главное, что второстепенное нужно различать? Главное. Верит ли Осипа в то, что Христос явился во плоти, умер и воскрес? Конечно верит. Это естественно. Сто процентов верит. Верит ли он в то, что допустим язычники должны теперь носить бороду? Здесь разномыслие. Я в это верю, он в это не верит. Если бы он в это верит. Он может верить, он может хочет, но мнения людские. Я же профессор, я же должен быть. Другое страшно, что он учит других. И эти священники, они будут повторять? Ну, однако, много священников не бреются. Я видел. Много. Много. То есть он не учит их делать их, как я, бриться. Понимаете? Проповедуя, крась, крадешь. То есть он не проповедует все бриться, как я. Я не слышал этого. Во всяком случае. Он одним свиньёдом проповедует. Согласись. Многие даже не знают до поры до времени, что Библия запрещает мужчинам бриться. Он брит, он считает себя мужчиной. Он даже в мыслях нет, что он уподобляется женщине. Он побрился, но у него плечи широкие остались. Здесь не выросло, тут не добавилось. Он просто побрился. Он не понимает. Это называется по стихиям мира, а не по Христу. Христос не брился. Но я хочу ему подражать во всем. По столу не брились. Я смотрю на все иконы. Нет. Один целитель Пантелема, потому что он молодой был. Поэтому моя вера мне подсказывает, Дух Святой. Я хочу быть с ними. Ну как, я попаду на небо, они все с бородами, а я брит. Образ Божий ты не хочешь пирать. Как они на меня? Скажут, а ты что, Сереж? Я говорю, да вот что-то это. Осипова наслушался, думаю, дай-ка я мне что-то. А где он? А нет его. Все. Брит их не отпевали даже. Было дело-то. Надо историю церкви-то знать, а я в это верю. А почему они? Они что, это по злобе своей это делали? Есть канон запрещающий отпевать мужчину, если он бритый. Да, есть каноны, это вехи на пути. Вех нету, как... Что такое вехи? Вот выпал снег, дорогу замело. Вех нету, мы направление, не знаем, можем заблудиться. Поэтому у нас есть каноны в православии. У сектантов этого нету. Они думают, что идут по лестнице. И вот вернутся о самомнении. То есть, допустим, у брата, у сестры может по любому вопросу быть свое мнение. У меня свое мнение, что земля плоская. Человек скажет, что у меня свое мнение, что язычникам можно оставаться бритыми. Главное, не блудить, допустим. И не пить крови, как в Писании. Ну, это мнение свое. Вот. Иосифов говорит, и все говорят, вы посмотрите, какое мнение было у святых отцов. Сектанты, они, протестанты, они говорят, а кто такие святые отцы вообще? То есть, они настолько уже... Зачем нам их мнение знать, когда у нас на это мнение свое мнение? Но Писание нам говорит, Галатам 1,8. Если будут вам проповедовать не то, что мы проповедовали, да будет анафема. То есть, нам нужно знать то, что они проповедовали. То есть, вот до 1-го, до 1-го века это учение знало. Если фонос с 1-го века до 21-го неизменно, а это в православии сохранилось, какие бы ереси не нахлынули, в том числе и ересь орианства и оригена, все эти ереси были осуждены соборами. Если человек, по своему мнению, говорит, что собор ошибался, а я и кучка маленьких еретиков, мы правы, то тут что поделаешь? Это мысли или это вообще? Это вот падение? Это ереси сохранение? Ну, понимаете, я тоже впадал, вот считаю, в ересь. То есть, некоторые святые отцы, да, блудников мне называли, да, я смотрел на женщину с вожделением. Он потом глаза вырез, вытер, но еретиком я никогда не был. То есть, ересь это умышленное искажение истины, я так понимаю. Умышленное. А есть неумышленное? По неведению. По неведению, по незнанию. Потом мне один тоже о мощах, например. Игнать Тихонич говорит, мы мощи все нужно захоронить с почестью. Александр, а я не согласен. Игнать Тихонич там учит неправильно, это не православное. Все православные, все с мощами носились. Он, давай, Александр в этом, в скайпе, у нас тоже вчера почитал комментарии. Ой, там, если бы Игнать Тихонич почитал, он бы только сказал, ой, 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 там, люди уже. Ну, все, нету, как говорится, Игнать Тихонича нет меня и колоброд. Вот, овцы, не имеющие пастыря. Каждый в разные стороны клонит. Кто лучше скажет, красивее. Ну вот, по-разному просто. И вот вернуться о прелести и о самомнении. Все-таки давайте подумаем вместе. Какое от этого лекарство? То есть свое мнение и мнение Библии. Смирение. Смирение. Что есть смирение? Смиряться перед Словом Божьим и свое не насаждать. Смиряться перед Словом Божьим и свое не насаждать. Не придумывать. Свое не придумывать. Ну а если говорят, что вот протестанты, они тоже так же считают. Вот только Библия, а святые отцы придумали свое, у них самомнение. А нужно понимать так, как мне Бог открыл. У кого самомнение? У святых отцов или вот этого? Без понимания, без чтения святых отцов мы не можем понять Слово Божие правильно. Без святых отцов как можно понять? Не можем мы понять, почему и толкование мы проходим. Святые отцы нам дали понимание, а ты уже приходил. Так вот, первая ступенька, первая от самомнение лекарственного, это нищета духа. Что такое нищета духа? Я когда только к вере приходил, читая Евангелие, блаженны нищие духа. У меня сразу какое-то недопонимание. Мне всегда нравятся высокодуховные люди. А что такое блаженны нищие духом? Почему ради они блаженны? Нищие, нищие. У нас всегда были в презрении, они ленивые, они попрошайки. Они так идут. Думаю, как так? Вот он когда толкование прочитал. Блаженны нищие духом, это не нищие духом. Это люди, которые считают себя нищими духами, чтобы узнать что-то. Ничего не знаешь. У человека, который само мнение, а что ты меня учишь, я и сам знаю. Ему ни святые отцы, ни Бог, ни святой Евангелие, ни у него свое мнение, на любой счет свое. Человек, который нищий духом, а как понимали святые отцы? А что об этом говорит Иван? А что Иоанн Кронштадт сказал? А что Златоуст? Что вот когда он нищий, тогда Бог открывает. Он смирился, а тот возгордился. Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. У тебя свое мнение. Живи прямо. И не хочешь иметь Бога в разуме. Что дальше с такими людьми делать? Не захотели язычники иметь Бога в разуме. Идовом стали поклоняться. И потом получилось вот это все, все медленно. Подобно за молодостью. А есть подняты? Ну, стали мужчина на мужскую пользу. Есть подняты. Вот что за это он идет. Мы захотели иметь Бога в разуме. Это свое мнение. Это аутаисты. У него свое мнение. Бога нет, у него мнение. И ты его ни к ничем не сдвинешь. Не сдвинешь. Поэтому пока человек не признает себя рожденным пылистым. Не признает себя нищим духом. Блаженный нищим духом. Это первая ступень. Если ты на этой ступени не был, то ты в небо не идешь еще. Тебе не надо учиться. Ты все знаешь. А зачем тебе на эти занятия? Вот осталась кучка. Это нищие духом пришли. Они хотят познать. У этих свое мнение. У остальных, которые уехали. Все. Ну и свое мнение, что в воскресный день я пришла, отстояла. Все. На этом мнении. А то, что его Богу нужно позвозить, познавать словеса, нет. Но есть еще такое выражение, что если Господь что закрыл, то вам не открыть. Если что закрыл. Хоть ты с этим человеком сколько бейся, это бесполезно. С чего вы это такое Господь где закрыл? Где вот такое? Закрыто самому. Сам человек. Солнце оно не может потухнуть для человека, чтобы он погиб. Человек сам закрывает глаза от солнца. Солнце не виноват, что он слепой, что он сам закрыл глаза. То есть у человека нет желания познать Бога. Не Господь закрывает. Человек сам открывается от Бога. Он сам виноват, что Господь ему не открывает. Нет, веры, веры нет. Самое главное опыление Духа Святого. И чаще бывает подачи. Смотри, если человек не верит истину, то он к кому верит-то? В сатане. Ложи. В прелести. В прелести, да, в бессмерческой прелести. Вот оно, вот мы и разобрались. Есть истина, есть ложь. Третьего не дано. Ну, ложь-то всякое бывает. Бывает по Евангелию ложь, вот он говорит ересь. А бывает вот такая. И мы считаем, что это как бы ничего вроде бы. И пусть там помаленьку информацию такую пускает. А люди-то мы такие проникновенные. У нас очень доброе сердце располагает. Я считаю, тут какое-то не нравится. Какое-то проникновение в такое, чтобы проспалось все. Вот сатана запустил вот такие щупальки, чтобы развалить все это наше общину. Или там у меня какая-то вот сейчас появилась такой страх. Вначале думаю, ой да какая глупость, а потом нет. Ну, Игнатий Тихонович уже сколько раз говорит церковь, что это корабль. Корабль захватили пираты. Если мы это признаем и начнем с этими пиратами хоть как-то бороться, мы спасемся. Если мы будем говорить, что все нормально, мы на правильном пути, товарищи. Идем по прямому. Нужно всегда вникать в себя и в учение. В себя и в учение. И тем самым в себя спасешь и слушаешь. А если мы на занятии не остаемся, а вникаем только в себя свое мнение, как сектанты, кстати, Словом Божьим, я был у них там заняты. Они прочитали. Ты можешь как понимаешь, что равным образом мы добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Как ты это понимаешь? А ты как понимаешь? Что ты каждый сказал или все промолчали. Идем дальше. А у нас, раз, здесь величайшее утешение для праведных заключается в том, что добрые и недобрые дела бывают и здесь известны, но особенно там, где все обнажено. Если он человека, допустим, рукоположил, откуда-то он приехал, он не знал, где там был. Он даже не спросил бы, что там, что за человек. И венчаец у нас, оптов, средства, он этих людей никогда не видел, как можно венчать бракодела. И вот он с кочерства, он и говорит, то есть надо заниматься, причем долго заниматься. Мне это так понравилось. И тогда только венчать. Гнать нужно людей от венчания. Гнать. А почему? 500 рублей. От трусов и коры. Если б он начнет гнать от венчания, его уволят. На Осипово всех, кто почку хотел, всех погоняли, мать не погоняли. Понимаете? И только смелые люди, блаженно алчущие и жаждущие правды. Они алчущие и жаждали правды. Они утешены хотя бы тем, что богословская комиссия, с которыми его учения относительно этого не православное. А они должны были написать Осипово его учение еретическое. Кто продает еврейское? Еретик. Не то. Святые отцы нам этого не преподавали, что все спасутся. Что вечные мучения рано и не поздно происходят. Не было такого. Нам было передо Иисусом Христом хитро, лукаво. Это вот обольщает сердца простудушно. И многие бы льстили густуху. Очень лестно. Ну я подумаешь, я грешу, но когда-то же мучение кончится и опять спасу. Пойду. Украду. Да. Ничего не буду. Даже если в ад попаду, я оттуда вылезу. Меня вымолят. Ой, беда. Мама вымолит. Что, пойду? Я только в каталиках не могу. Очень, очень опасно это учение. Вот это вот называется извращение смысла. Причем он апеллиг, он богословом себя называет. И причем священники, пользуясь его трудами, повторяют уже эту мысль. И когда на него наезжают, почему-то говорят, ну что я вон, священнику обращайтесь, ему претензии. А я всего лишь претензий. Ну вот такое вот. И вот у нас сектанство, это нечто такое неуловимое. То есть ты вот давнешь, что-то жадко. В любую претензию. В это вам говорим. А неправильный перевод. Поехали на Байкал. Ты пойдешь туда, я пойду туда. И земля вот закруглится. И мы перестанем друг друга видеть. Да, проверим? Если он отмолст, то мы всегда будем друг друга видеть. Правильно? Всегда. Но когда придет время, что ты увидишь голову, вот как корабль уходит за горизонт, он не сразу исчезает. Он исчезает сначала, а потом только мачта. Это говорит о том, что наворачивается за него. Поехали, не поедет. Почему? А зачем? У меня свое мнение есть, мне зачем его? Это ваше мнение. Преостратив, прием, оно ложное и все. Вот это лжи. Вранье. Это страшное вранье. Ложь. Ну, спасение, говорят, не влияет. То есть он верит, что Христов, включающий во плоти, это его оправдает. Ну, когда он, понимаешь, на истину говорит, что это ложь, вот в чем тоже мне опасно. Он говорит, батюшка, а что у вас с Виктором Сравченко детей лжи учить? Ну, он перешел, перешел к границе уже, перешел. Ну, не знаю, перешел, не перешел. Да не надо с тобой судить-то. Да, когда все распадемся, тогда уже глобус. Такие ученые доказали что-то. Да не надо ученых, когда вот, Игнат Тихонович сказал, вот, на озере убедиться и все. Никаких ученых-то не надо. Библия написана. Самое главное, Библия написана. Да, шар, да, написано. Неправильно перевели. Но это можно до конца все вести. Неправильно. Это кто? Это что будет тогда? Да, вот это тоже, у нас тоже там, я просил молиться. Есть две группы. Группа Сергея Ильгина и моя группа по толкованию, значит, по занятиям. У нее называется исследование писания, у меня изучение по толкованию святых отцов. Они исследуют, у каждого свое мнение, они все исследуют. Какое наше мнение? Мнения разные. Скоро в могиле будет, мнения наши. Причем, группа людей, почему столько сеть? У них разные мнения, но они в этом разном мнении, они единомысленные. Пятидесятники единомысленные в своем, баптисты в своем, понимаешь? А потом режутся, потом колются, колются. Сидители Игова в своем, у всех свое мнение. И все друг друга не признают. А где же истина? Истина вот у истоков. Как нам передали апостолы. А апостолы неправильно перевели и все. Надо было перевести так, как мы понимаем, а не так, как им Дух Святой открыл. Нам Дух Святой открыл, а они кто такие? Поэтому Игнать Игорь еще эти клеточки рисует. Как в 20 веке понимали, как в 19, как в 18. Так, в 18, как баптисты понимали, были люди. В 17 уже баптистов не было. Истина это или нет? В 17, в 16, в 15 не было баптистов, баптизма не было. Так никто не понимал и не учил так, как учат баптисты. Ложь возникла. То есть всегда вот в этих веках было то, что причастие до 16 века, рукоположение, все это сохраняло. То есть ребенок ревелся позднее? Понимаете, ересь это искажение истины. Что раньше, истина или искажение истины? Раньше истина. Конечно истина. Истину можно исказить. Если было искажение какое-то, а потом истина появилась и вдруг обнаружилось, что мы думали не так. Ну позвольте, но то-то искажение чего было? Искажение, либо это было искажение истины, либо это было искажение истины. Искажение и искажение, чего вы сказали из-за искажения? Значит это было искажение истины. А исказить можно только то, что было раньше. Поэтому нам нужно искать то, что было раньше, то, что было в первом веке. Причем все протестанты говорят, а мы от первого века. назовите имена пятидесятников в первом веке, не могут мы православных называем второго века, третьего нет только, а зачем вам это знать а затем нам это значит что вы лжете, что так никто не учил истинно значит православие первая тема